Вы знаете, это очень актуальная тема сегодня. Все отсюда началось, из-за Иератисраэль. И это очень напоминает историю Иосифа. Помните, был у Якова сын любимый, которому он сшил одежды. Иосиф прославился, сны видел, а в один момент попал к египтянам. Те его сделали царем, а для Израиля он оказался потерянным. И так было много-много лет, но потом пришел момент, и Иосиф опять открылся братьям своим. Помните эту историю, да? С Иешуа из Назарета происходит та же самая история. Вот почти две тысячи лет народы посчитали его своим шведам, китайцам, нанайцам, малайцам, неважно кем. Но сейчас он возвращается назад и начинает больше и больше открываться братьям. И это была причина, почему я спросил, почему ты перешел в мессианскую общину. Думаю, что в мессианской общине можно петь все, что хочешь, говорить все, что хочешь. Потому что вокруг Иешуа говорили и делали очень свободно вещи, мало ограничивая себя какими-то человеческими наворотами. Хоть часто евреев обвиняют, вот вы наворотили много там всяких голоход или законов, уставов. На самом деле в церквях этих законов, уставов и всего в десятки раз больше, они все в десятки раз круче, выжимают из тебя воды, которой тебе уже не осталось. Но не об этом тема. Давайте мы сейчас достанем свитки Торы, благословим Господа, давшего нам священное писание. И еще что-то увидим из слова, а потом будет возможность, я уверен, что мы не захотим быстро убегать, мы еще немного Сергея послушаем. Я должен быть с... Миш, я должен быть с эхо? А, окей. Миш, я должен быть с эхо? 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 MEMOI Миш, я должен быть с эхо? Миш, я должен быть с ней Миш, я должен быть с эхо? Миш, я хочу с эхо? 22 глава 23 глава 23 глава 23 глава 23 глава 24 глава 24 глава 24 глава 24 глава дальше, это с 11 стиха, те же слова, которые повторяют посланники Беляму, Балааму и говорят, вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и так, приди, проклини мне его, может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его. И сказал Бог Балааму, не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен. Сергей, когда пел Шимон, Сергей упоминал эти слова и говорил, благословенный народ, знаете, Израиль, он был действительно благословенным, почему он был благословенным, потому что Господь, он заключил с ним завет, он сказал, это будет мой народ, я его избрал, я буду его использовать так, как я захочу. Несмотря на то, что Израиль где-то грешил, где-то падал, Господь говорит, он все равно благословен, то есть поведение Израиля не зависело напрямую от его благословения. И вот Беляам, Валаам, он был пророк, некоторые его называли колдуном, но он был очень знаменитый в мире среди всех народов. То есть многие боялись его, уважали его, трепетали перед ним. Они знали, что если он придет и кого-то проклянет, тот будет проклят. И вы можете увидеть в продолжении, сколько жертв приносит Валаак, Валаак, для того, чтобы в послушании Валааму, для того, чтобы получить вот это вот проклятие на Израиль. То есть каждый телец сколько стоил. Он приносил семь и семь, и еще раз семь, и козлов, и разных жертв. То есть он надавал кучу денег, чтобы получить вот это вот проклятие Валаама. Но Господь говорит, этот народ, он благословен. Что бы ты ни делал, у тебя не получится, потому что он благословен. У Валаама сильно горело сердце проклясть и заполучить вот эти деньги. Но каждый раз, когда он открывал свои уста, у него ничего не получалось. Знаете, каждый из нас, еврей ты или не еврей, ты благословен. Почему? Потому что ты отдал свое сердце Ишуа. В Господе ты благословен. Он твоя защита, и Он твоя охрана. И знаете, некоторые из нас, мы где-то боимся каких-то проклятий, которые могут с нами случиться. Может быть, какое-то то, что называют Айнара, кто-то навел на кого-то порчу. Мы иногда начинаем трепетать перед этим. Но Господь говорит, ты благословенный, ты находишься под моей защитой. И в притчах есть такое, что как воробей спорхнет, так незаконное проклятие не исполнится. Когда ты ходишь с Богом, когда ты находишься с Ним в Завете, ты находишься под Его защитой. Ты благословен. Поэтому не стоит нам бояться никаких вот этих вот порчи или сглаза, которые могут на нас навести. Но нам нужно бояться кое-чего другого. Мы видим, что у Валаама ничего не получилось. То есть он не смог проклясть то, что он сделал, он только благословил. Но что произошло? Почему Израиль все-таки упал? Почему он потом страдал и многое из народа погибло? Что было? Кто помнит из вас? Девушки, как говорит. Валаам дал всего лишь простой совет. Очень простой совет. Он говорит, у них много девиц. У вас много девиц. Валаам вам говорит. Пошли им к ним. Пусть они начнут блудить. И тогда ты увидишь, как Израиль просто сломается. И вместо благословения на него пройдет проклятие. Знаете, в нашей жизни, с одной стороны, мы находимся под Божьей защитой. И мы падаем чаще всего не на духовных вещах, а на простых. На то, что мы соблюдаем в нашей повседневной жизни. Как мы поступаем в нашей повседневной жизни. Простые заповеди, которые Бог нам поставил. Не прелюбодействуй, не укради. И это то, что находится среди нас в нашем общении каждый день. И именно на них мы падаем. Именно на них упал Израиль. Иногда мы пытаемся думать о чем-то высоком, а спотыкаемся на самых простых вещах. И я думаю, с одной стороны, мы должны понимать, что мы, да, находимся под Божьей защитой. Мы находимся под Божьей охраной. И каждый из нас, он благословен в Ишуа, Мессии. Еврей ты или не еврей. Но вот есть заповеди, которые Господь дал. И можно задать себе вопрос, нужны ли они нам? Стоит ли их соблюдать? Что да, стоит, а что не стоит? Где границы? Традиция или не традиция? Или просто только то, что написано в Писании? Потому что именно здесь мы падаем. И я думаю, на этот вопрос каждый может дать свой ответ, каждый может задуматься. И я думаю, то, что Леон сейчас в продолжение скажет, будет связано с этим. Это поможет каждому из нас как-то определиться. Я буду продолжать в теме, про которую Дима начал. Но хочу два провозглашения просто прочитать из этой же недельной главы, которые коррумпированный пророк. То есть говорят, что пророк стал колдуном за деньги. То есть Валам был, Балат он был пророк. Но деньги, но деньги его сломали. Поэтому Новый Завет, так же, как и Танах, всегда говорит, знай, где ты находишься. И помните эта притча про богача, который собрал много всего и сказал, сейчас пей, живи душа моя, веселись. И Господь ему сказал, в эту же ночь глупец заберу твою душу. То есть мы должны знать, на чем мы строим и к чему обращаем свои эти. Но этот человек, Балак, Балам, Балам стиха, Балам, он хотел проклясть Израиль, но его уста не смогли. И вот слова, которые он произнес, до сегодняшнего дня читаются практически каждые в синагогах. Они записаны в обычных молитвенных седурах нашего народа. И мы должны знать, что вот, что Бог делает с ненавидящими тебя. То есть даже очень жилая, они не могут. Как прекрасны шатры твои, Яков, жилища твои, Исраиль. Расстилают они, как долины, как сады при реке, как олойные дерева, насажденные Господом. Как кедр при водах, польется вода из ведра его, и семя его будет великие воды. Превзойдет Агага царь его, и возвысится царство его. Вы знаете, какой был Агаг? Агаг был из рефаимов, то есть это были великаны. Непонятно происхождение этих людей или нелюдей. Они были великаны, и люди, стоящие рядом с ними, чувствовали себя как саранча. До сегодняшнего дня в разных местах земли находят в раскопках вот эти вот огромные черепа и огромные скелеты. И люди физически не могли с этими людьми справляться. Там каменные орудия, молотки возле них валялись по 30 килограмм. Кто-то из вас когда-нибудь работал молоточком 30 килограммовым? Превзойдет Агага царь его, и возвысится царство его. Бог вылил его из Египта. Выстрадайте народу у него. Пожирает народы враждебные ему. Раздробляет кости их, и стрелами своими разит врага. Преклонился. Лежит как лев и как колевица. Кто поднимет его? Благословляющий тебя благословлен. А проклятый проклят. А проклинающий проклят. И вот другие слова, которые Валаам говорит. Вижу его, но ныне еще нет. Это чистейшее пророчество о Машехе. Помните, когда Ешуа родился, пришли волхвы или мудрецы с Востока. То есть, это как раз тех мест, где жил Валаам. И вот эти слова там остались. И именно поэтому они ориентировались и пытались по звездам прочитать пророчество. То есть, пророчество колдуна, обращенное в благословение Израилю, послужило и служит до сегодняшнего дня. Но вот слова. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова. И восстает жезл от Израиля. И разит князей Мава, звезда от Иакова. Это про Машеха. И разит князей Мава, сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением. Сир будет под владением врагов своих. А Израиль явит силу свою. Происчет от Иакова, овладеет и погубит оставшиеся от города. И увидел он Амалека. Амалека это был вечный враг Израиля. Это из сынов Исава. Они хронически ненавидели евреев. То есть, не зная почему, ненавидели и все. И увидел он Амалека и произнес притчу свою и сказал. Первый из народов Амалек. Но конец его гибель. И увидел он Кенеев и произнес притчу свою и сказал. Крепко жилище твое. И на скале положено гнездо твое. Но разорет будет Каин. И недолго до того, что Ассур уведет тебя в плен. И увидел Ога. Ог тоже был великан. То есть, к этому человеку боялись подходить. У него была кровать почти 4 метра длиной. То есть, гигант. То есть, он любого, вот, я не знаю с кем сравнить, этот боксер, российский, как его, Валуев. Он бы Валуева, наверное, пальцами поднял бы. И увидел Ога и произнес притчу свою и сказал. Горе, кто уцелеет, когда наведет сие бог. Придут корабли от Китима и смирят Ашура, и смирят Эвера, но им гибель. И встал Валуам и пошел обратно в свое место. Валак же пошел своей дорогою. Я хочу сказать, что эти стихи, может быть, когда ты читаешь их, не зная, про что они говорят, не всегда понятны. Но если мы понимаем, что Бог обращает зло в добро для своего народа. Потому что свой народ избрал, чтобы Израиль был инструментом в руках Господа. Израиль, наш народ, Израиль, который поднимается и опускается, падает. И вот Сергей говорил, ему говорили, Сергей, ты куда пошел? Нет никаких евреев. Вы знаете, что одному из немецких канцлеров, он попросил доказательства Бога. И там один человек сказал, хочет доказательство Бога, евреи. Он говорит, что ты имеешь в виду? Он говорит, Израиль, он давно должен был перестать быть, но он есть. Потому что этот народ, который живет под рукой у Бога. И Бог обещал Израилю, судить тебя буду, но не истреблю. Про другие народы сказано, буду судить и истреблю тебя. Но Израилю было это определение. Почему? Потому что Бог заботится о том, чтобы наш народ был чист. Чист. Инструмент у друга всегда должен быть стерилизован. Всегда должен быть чист. Мы, его народ. И прилепившиеся к Израилю язычники, это те, кто часто себя громко бьет в грудь и говорит, мы церковь, мы избранные. Вы марсиане, если вы не чувствуете себя привитыми к Израилю. Вы никто и ничто. Понятно, Бог может много чего сделать, даже через ослицу. Но когда человек знает, откуда и что и кто он, тогда вещи срабатывают. Тогда приходит что-то важное в жизни. Продолжение следует...